Всем привет! Как сегодня живет Киев мы с вами увидим. Мы сейчас идем на Андреевский спуск. Но сначала я вам покажу контрактовую площадь. Мы доехали сюда на метро, вышли на станции метро Контрактовая площадь. Подол это сердце древнего Киева, а Контрактовая площадь сердце Подола. Это визитная карточка города Киева, столицы Украины. Неотъемлемая часть маршрута гостей столицы. Именно здесь, на Контрактовой площади, с давних времен проходили известные ярмарки. Название свое получила Контрактовая площадь из-за того, что купцы Киева заключали контракты именно на этой площади. Здесь, на Контрактовой площади, вы можете увидеть гостиный двор, колодец Фонтан Самсон. Также на Контрактовой площади находится Киево-Могилянская академия, памятник Гетману, войска Запорожского, Петру Сагайдачному. Люди гуляют здесь. Мы идем на площадь пока еще. Дойдем до площади Контрактовой, погуляем там, а потом пойдем на Андреевский спуск. Это Киево-Могилянская академия. На Контрактовой площади есть колесо обозрения. Пилец стоит 200 гривен. Напротив Пузата хата, там можно покушать. Здесь можно послушать музыку. Скамейки, люди здесь отдыхают возле фонтана. Такой фонтан. Сейчас перейдем через дорогу и будет уже начало Андреевского спуска. Идем по Андреевскому спуску и смотрим, как сегодня живет Киев. Здесь продают разные украшения. Единственное плохо, что все заставлено машинами. Но это мое личное мнение. Продолжаем гулять по Андреевскому спуску. Андреевский спуск – один из старинных путей, соединяющих верхний город, его центральную часть, с торговым подолом. Пролегает от Контрактовой площади до Десятинной и Владимирской улиц. Андреевский спуск – это не только улица музеев, театров и галерей, но и любимое место туристов, желающих приобрести сувениры, картины, керамику, книги. В древности это был кратчайший путь от княжеского верхнего города до ремесленного подола. На Андреевском спуске много старинных домов расположено. В начале улицы привлекают внимание большие доходные дома в стиле модерн 1910-1915 годов и музей одной улицы, посвященный Андреевскому спуску. Это улица музей. На Андреевском спуске можно гулять часами, любоваться городом, памятниками, музеями, а можно еще выпить чашечку кофе ароматного, перекусить или же сходить в театр. Замок Ричарда «Львиное сердце», а рядом художественный музей. Можно тут приобрести картины художников. Памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. Посмотрите, какое классное кафе на Андреевском спуске в Киеве. И люди какие приятные в Киеве, в Украине. Мы уже дошли до аллеи художников. Здесь обычно художники продают свои картины. Но почему-то здесь никого нет сейчас. Это уже вечер. Здесь, на Андреевском спуске, много смотровых площадок, где открывается красивый вид на Киев. Много в древнем Киеве прекрасных мест. Среди самых красивых, интересных и любимых, без сомнения, Андреевский спуск. Самое посещаемое место туристами. И киевляне часто любят прогуливаться по этой старинной улочке. Посмотрите, какой чудесный вид. Тут можно погрузиться в атмосферу старинного города. Сохранилось много старинной архитектуры. Настоящим украшением по праву можно назвать Андреевскую церковь. Сейчас пойдем по аллее художников и будем идти к Андреевской церкви ближе. Здесь также можно послушать музыку. Здесь всегда приятно гулять. Отличное место для отдыха. Послушаем украинские песни Красивый голос у исполнительницы. Андреевская церковь Идем к Андреевской церкви. Там будет лестница подниматься к церкви. Андреевская церковь – это единственный православный храм без колокольни. Почему без колокольни? Сейчас расскажу легенду. Согласно легенде, под церковью находится море, которое отступило, когда апостол Андрей установил крест. Это море находится под храмом, но после звона колоколов оно выйдет из берегов. Вот такая легенда. По этой лестнице можно подняться к Андреевской церкви. Здесь хорошая фотозона. Я уже показывала эту церковь близко. На моем канале есть несколько видео. И сверху красивый вид с лестницы. Идем обратно. Как сегодня живет Киев, вы сами видите. С древних времен улица Андреевский спуск представляла собой центры для деятельности художников, умелых народных мастеров. Своё название улица получила в честь Андрея Первозванного. Мы будем идти вниз по Андреевскому спуску, а это вид на Андреевскую церковь. Уже пришли к началу Андреевского спуска. Перейдем дорогу и попадем на Контрактовую площадь. На Контрактовой площади вечером обычно много людей отдыхает. Здесь есть много кафе, много людей в кафе. Я вам уже показывала в предыдущих видео. Здесь также есть магазин Сильпо. А мы сейчас идем к метро. Контрактовая площадь. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Я желаю всем мира, добра и отличного настроения. Пусть у всех все будет хорошо. Продолжение следует...